Добро пожаловать на эту приятную и благодатную встречу. Просим Аллаха сделать эти мгновения из числа наших благих деяний на весах Судного дня. Приветствуем вас на второй части из цикла «Крестовые походы на исламский мир». Сегодня мы расскажем подробнее о положении исламского мира перед началом крестовых походов. В этой серии речь пойдёт о положении мусульман, а в следующей расскажем о Европе перед крестовыми походами. Мы сказали ранее, что исламский мир в этот период пребывал в состоянии полного раздора. Эта слабость мусульман на Ближнем Востоке стала одной из причин начала наступления западных европейцев на землю мусульман. Чтобы понять, насколько серьёзным был этот раздор, давайте заглянем на его причины. Если вернуться на сто лет назад, к середине четвёртого века по хиджри, мы увидим, что в этот период и большую часть V века власть почти во всём халифате была в руках шиитов, за исключением лишь нескольких регионов. Даже аббасидские халифы находились под контролем шиитов, так как шииты-буиды, которые образовали на территории Ирана своё государство, захватили Ирак и распространили в нём шиизм. С миноретов начали звучать шиитские азаны. Слова «Хайя аляль фалах» сменили на «Хайя аляль хайруль амал». На улицах начали декламировать основы шиизма и поручить сподвижников пророка миром и благословения. Несомненно, это был период сильного упадка не только Ирака, но и всего исламского мира. Вся восточная часть исламского мира, территория современных Ирана, Афганистана, Пакистана и некоторых стран СНГ находилась под властью шиитов-саманидов. В 358 году Египет и часть земель Шама были захвачены убайдитами или фатимидами, которые основали своё государство в 296 году. Фатимиды были представителями одного из самых крайних групп шиитов под названием «Исмаилиты», позже мы о них ещё расскажем. От этой шиитской оккупации не сохранился даже Аравийский полуостров. Исламский мир встретил нового врага в лице шиитов-карамитов, одна из самых крупных ветвей исмаилитов. Их бесспорно можно назвать самой мерзкой группой шиитов. Большинство учёных ислама, даже из числа самих шиитов, выносят им полный тэкфир, обвинение в неверии, так как они говорят слова, содержащие неуважение к Аллаху, в которых невозможно найти приемлемый смысл. Кстати, эта же самая секта шиитов в 315 году по хиджре украли из Каабы чёрный камень. Восьмого Дульхиджа в период Хаджа они напали на Каабу и убили всех паломников. Затем вытащили чёрный камень и отвезли его в свою столицу под названием Хаджар, которая находилась на востоке Аравийского полуострова, где сегодня находится королевство Бахрейн. В течение непрерывных двадцати лет чёрный камень находился на расстоянии от Каабы с 317 по 339 год. Столь печальные события увидел исламский мир в этот промежуток времени. В период между IV и началом V веков в Средней Азии появилась новая сила мусульман – тюрки. Это были мусульмане, строго придерживающиеся суннитского ислама. Под тюрками не имеется в виду только тот народ, который сегодня проживает в Турции. Тюрки – это огромный народ, многочисленные племена, из которых вышли разные династии, одна из которых – династия Усманы. Самым известным из этих племён было племя Газнавитов. Позже они завоюют земля Афганистана и образуют на них своё государство, и даже совершат несколько походов в земли Индии. В 428 году на территории Средней Азии появилась новая сильное племя, точнее новое племя приняло ислам – сельджуки. Это слово мы часто будем слышать по ходу изучения крестовых походов. Сельджуки являлись хранителями ислама в течение нескольких веков. И в начале своего расцвета обладали невероятной силой. Но, к сожалению, они не смогли пройти через то испытание, которому подвергается любая страна. Основателем этого государства был тюрк по имени Тогрулбек. Когда Тогрулбек начал своё продвижение по территории Ирана и зашёл через Иран на север Ирака, о нём услышал аббасидский халиф Аль-Каим би Амрилля, который являлся халифом только внешне, так как к этому времени власть в Багдаде захватили воинственные шииты-буиды, признававшие власть аббасидов лишь номинально. Когда халиф услышал о государстве сельджуков-суннитов, набирающих силу, он написал письмо Тогрулбеку, в котором просил у того помощи освободить Багдад от шиитской оккупации. В 447 году Тогрулбек вошёл в Багдад и полностью стёр следы шиитов, взяв власть под свой контроль. Кстати, с начала аббасидского правления власть в халифате принадлежала самим аббасидам не дольше двух веков. Сперва власть начали контролировать тюрки, приближённые халифам Утасима. Затем шииты-буиды, затем сельджуки, после них другие, пока халифат не распался полностью. В этот период, о котором мы говорим, период, который предшествовал началу крестовых походов, власть в халифате контролировали сельджуки. В 455 году по хиджри скончался Тогрулбек, которого заменил великий мусульманский предводитель воин Аль-Парслан, да смелуется над ним Аллах. Запомните это яркое имя, которое, к сожалению, не слышали даже многие из тех, кто изучает религию, не говоря об обычных людях. Сельджуки в основном вели войны в Средней Азии для укрепления в ней своей власти. При этом, столкновение с византийцами происходило редко, обе стороны иногда совершали лишь небольшие нападения. С приходом Аль-Парслана сельджуки начали больше сталкиваться с византийцами, так как его реформы были направлены на установление полной власти сельджуков в Азии, на севере Шама и Ирака. Много тюркских племён начало переселяться в государства сельджуков. Когда сельджуки одержали череду побед, рассерженный византийский император Роман IV, который считается одним из самых известных императоров Византии, отдал приказ собрать огромное войско, чтобы полностью избавиться от сельджуков. Войско византийцев, которые насчитывали десятки тысяч воинов, а иногда даже сотни, часто включали в себя наёмников из Западной Европы, из Франции, Испании, Англии, но большинство из них были нормандцы. Им выплачивалась хорошая зарплата, а трофеи полностью шли византийцам. В итоге Роману удалось собрать войско из византийцев и наёмников, которое насчитывало около двухсот тысяч воинов. В войско Аль-Парслана тем временем входило лишь двадцать тысяч воинов. Несмотря на то, что войско мусульман было в десять раз меньше, в этой битве они проявили необычайную храбрость, стойкость и самопожертвование ради Аллаха. Эта битва произошла в 463 году и известна как битва при Манцекерте, ныне этот город Маласгирд. Мусульмане одержали сокрушительную победу, несмотря на огромную разницу в числе войск. Войско византийцев было полностью разрушено. Десятки тысяч сбежали, были убиты и тысячи были взяты в плен. Вместе с войском в плен попала одна важная личность. Как вы думаете, кто это? Император Роман. Впервые в истории Византии император был пленён. Аль-Парслан сохранил ему жизнь и даже, как пишут источники самих европейцев, отнёсся к нему с большой добротой. Император выкупил себя за миллион динаров, в то время такие деньги невозможно было представить. Император возвращался в Византию, но недовольная оппозиция заняла власть, лишив Романа престола. При прибытии император Роман IV, которому народ не смог простить его ошибку, был убит. Это стало хорошим уроком для всех последующих императоров. Никогда не рисковать в действиях против тюрков. На самом деле сельджуки обладали невероятной силой. Они не только освободили халифат от шиитов, но и обеспечили свободу для Азии и Шамы в течение нескольких поколений. Итогом этих событий стала полная дезорганизация византийцев и страх входить на землю мусульман, что побудило западных европейцев перебросить свои силы на восток мусульман. После битвы при Манцакерте, к сожалению, Аль-Парслан был убит. Его место занял его сын, такой же великий воин Малик-Шах. Он правил исламским миром с 464 по 485 год по хиджри, т.е. 21 год. Малик-Шаху удалось расширить территорию сельджукского государства до невообразимых пределов. Оно простиралось от границ Китая до Мраморного моря, почти до Константинополя. Т.е. в состав сельджукского государства входила большая часть Азии, вместе с центральными землями мусульман, Шам и Рак. Это было колоссальное развитие исламского мира. Но история мусульман, мои братья и сестры, очередной раз показывает нам, кто наш настоящий враг. Как только увеличивается казна, мусульмане начинают следовать за прихотями, после чего следует раздор и упадок. В этом ничего удивительного нет. Это установление Аллаха на земле. И это то, о чем нас предупреждал пророк миром и благословение. Он сказал в одном из хадисов, «Клянусь Аллахом, я не боюсь, что вы будете бедны. Я боюсь, что вам откроется богатство, как оно открылось для тех, кто был до вас. И вы будете соперничать в нем, как соперничали они, и оно погубит вас, как погубило их». Уже к концу жизни Малик-Шаха, его дети, родные полнородные братья начали соперничать за власть и разделили на части это великое наследие сельджуков. В итоге сельджукское государство разделилось на пять отдельных султанатов. Первый султанат, который назывался Большое Сельджукское государство, владел территориями нынешних Ирака, Ирана и некоторыми землями к северу от Ирана. Это были огромные на то время земли, поэтому этот султанат был лидирующим с самим султаном Малик-Шахом во главе. Ему помогал его сын по имени Баркиярук. Хотя некоторые из братьев и дядей продолжали претендовать на власть. Баркиярук, сын Малик-Шаха, был также человеком благородным, милосердным к народу. Его имя по праву можно назвать в числе ярких имен мусульман того времени. Всё это происходило примерно за 4-5 лет до крестового похода, так как первые крестоносцы зашли на землю мусульман в 491 году по хиджре, а Малик-Шах скончался в 485 году, то есть за 6 лет до прихода крестоносцев. Второй султанат, образовавшийся после разделения, государство Сельджуков-Кермана. Это территория нынешнего Пакистана с близлежащими землями. Третий – государство Сельджуков-Курдистана. Это северная часть Ирака и Ирана, часть Турции и часть Армении. Территория известная поныне как Курдистан. Четвёртый – государство Сельджуков-Рума. Его также называют Каньийским султанатом. Это земли Малой Азии. Конечно, они были мусульманами. Их назвали Сельджуками-Рума, потому что этими землями прежде владели византийские римляне. Это территория современной Турции. И, наконец, пятый султанат – Сельджуки-Шама. Это земли Сирии, Ливии, Иордании и Палестины. За пару лет до начала крестового похода произошло столкновение между сельджуками Рума и Шама. То есть между двумя сельджукскими государствами, которые находились рядом друг с другом. Первыми правил человек по имени Сулейман Сен-Кутульмуша. Это турецкие имена, не арабские, поэтому они такие сложные. Сулейман Сен-Кутульмуша является тем, кто вернул мусульманам Антакию. Если вы помните, в 358 году она была отвоевана византийцами. В 487 году Сулейман Сен-Кутульмуша снова освободил ее от византийской оккупации и вернул мусульманам. Но, к огромному сожалению, Сулейман Сен-Кутульмуша начал войну с Тутушем, сыном Аль-Парслана, который правил сельджуками Шама. Тутуш, сын Аль-Парслана, был полной противоположностью своего брата. То есть Малик-Шаха, сына Аль-Парслана. Государство, которого простиралось от Китая до Шама. В то время как Малик-Шах был человеком справедливым, милосердным, человеком, несомненно входящим в число самых великих предводителей мусульман, Тутуш был притеснителем, нечестивцем, вселявшим страх в сердца людей, в заслугах которого можно найти лишь жестокие налоги и другие виды гнёта. В этом столкновении, к сожалению, Сулейман Сен-Кутульмуша погиб, что стало сильным ударом по султанату Рума. Из-за своего географического положения, сельджукам Рума было суждено первыми встретить крестоносцев на их пути в исламские земли. И в этот сложный период, правление Сулеймана, сына Кутульмуша, перешло к его малолетнему сыну Калыч-Арслану. Это имя мы также будем часто встречать в течение крестовых походов, точнее в начале крестовых походов. Калыч-Арслан провёл некоторое время с Маликшахом в Исфахане. Но при правлении Баркиярука, сына Маликшаха, Калыч-Арслан вернулся в султанат своего отца и начал им править, не имея достаточных знаний и навыков правления такой большой территорией. В это время здесь было создано новое государство. Не представителями других религий, а мусульманами. Мусульманами да нишминдидами. Эти племена, как и ожидалось, находились в постоянной вражде с сельджуками Румы. Представьте себе, внутри самой Малой Азии идёт борьба между мусульманами, да нишминдидами и сельджуками. И это, конечно, очень ослабило мусульман. А ведь им предстояло встретиться с войском крестоносцев. Положение султаната сельджуков Шама было не менее печальным. Через год после смерти Сулеймана сына Кутульмуша, умер и Тутуш сын Аль-Парслана, который, как мы сказали, был человеком нечестивым. Сыновья Тутуша разделили государство, полученное от отца, на пять частей. Сын по имени Радуан забрал себе Халяб, Алеппо, и создал в нём свой отдельный эмират. Дукак, сын Тутуша, создал такой же эмират в Дамаске. Между этими двумя братьями позже произошло много столкновений. Между Алеппо и Дамаском. Представьте, то есть Алеппо не только отделилась от Дамаска, но и сражалась с ним. Причина этому то, что оба этих правителя были такими же нечестивцами, как и их отец Тутуш, сын Аль-Парслана. Дети Аль-Парслана, великого исламского воина-предводителя. Но о подобном мы слышали и раньше. Все мы читали в Коране о сыне пророка Нуха мир ему, который был неверным. А что касается Палестины, то ею правили дети опытного военачальника Артука бен Иксюк, которого Малик-Шах назначил наместниками этих земель. После него власть перешла двум его сыновьям – Сукману и Аль-Кази. Эти два громких имени мы также будем часто встречать. Мы знаем, что большинство из этих имён вы слышите впервые по причине слабости знаний нашей истории. Мы не упоминаем имена тех личностей, которые редко встречаются. Все упомянутые люди занимают немалое место в истории крестовых войн. Каждый Эмират – это отдельная история, каждый сталкивался с крестоносцами. Одни государства достойно представляли мусульман, а другие – нет. Положение одних менялось в положительную сторону, других – наоборот. Но в итоге, как мы сказали, исламский мир разделился на множество отдельных эмиратов, которые не переставали сражаться друг с другом. Таким было положение мусульман на Ближнем Востоке. Давайте теперь отправимся в Египет. Перед началом крестовых походов, положение мусульман здесь, как вы, наверное, поняли, также было крайне печальным. Египет, как мы упоминали ранее, находился под оккупацией убайдитов-фатимидов. Обратите внимание на то, что мы используем слово «оккупация». Государство убайдитов образовалось в 296 году. Они утверждали, что являются потомками Фатимы, дочери пророка миром и благословении. Конечно же, это было наглой ложью. На самом деле, родословные этих сектантов восходят к человеку по имени Махди ибн Абделля ибн Маймун ибн Каддах, который был представителем одного из иудейских племен. Эти шииты с иудейскими корнями построили свое государство, истребляя ученых суннитов в Марокко, затем в Алжире, затем в Тунисе и в Египте. Шииты делятся на множество сект, самая большая из которых шииты – двунадесятники. Они сегодня правят республикой Иран. Их название происходит от числа 12, это количество их имамов. Относительно седьмого имама среди них произошло разногласие, вследствие чего от двунадесятников откололись исмаилиты, представителями которых были убайдиты, о которых мы рассказываем. Традиционные двунадесятники верили, что им является Муса Аль-Казм, сын Джаффара, а исмаилиты были убеждены, что право называться седьмым имамом принадлежит Исмаилу сыну Джаффара Ас-Садыка, от имени которого произошло название этой секты. После Исмаила имамство хранили, по их убеждению, пять скрытых невидимых имамов, пока не появился Махдей Убайдулла, основавший государство убайдитов. Поэтому правильнее назвать это государство убайдитским, а не фатимитским, как оно упоминается в некоторых книгах истории. Они называли себя фатимидами, относя себя к дочери пророка миром и благословения, для того, чтобы мусульмане их полюбили и приняли, но вместе с этим совершали такие мерзкие поступки, которых никто не ожидал даже от шиитов. Один из правителей даже начал утверждать, что он Бог. Его звали Аль-Хаким Биамрилля. Один из его певцов часто пел ему «Решай, что хочешь, оправитель, ведь ты единственный повелитель». Представьте себе, на каком низком положении были эти люди. С целью распространения шиизма и искоренения сунницких ученых, они основали университет Аль-Асгар. Но Аллах обернул их козни против них, и этот университет стал одним из сунницких миноретов ислама, который по сей день принадлежит мусульманам-суннитам. Таково было положение исламского мира перед крестовыми походами, мои братья и сестры. Было очевидно, что это разделение приведет к колоссальному упадку мусульман, которая будет продолжаться веками. Таково наказание Всевышнего, который говорит в своей книге. «Подчиняйтесь Аллаху и его посланнику, и не спорьте, иначе вы падете духом и лишитесь сил. Будьте терпеливы! Поистине, Аллах с терпеливыми!» Я прошу Аллаха дать нам понимание Его путей, одарить нас полезными знаниями и помочь нам брать с них пользу. Поистине, Он владеет этим, и только Он способен на это. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok